В городе Бресте на базе спасательной станции Грибной канал прошла республиканская акция «Один день со свод». Для участия в интереснейшем мероприятии были приглашены активисты общественного объединения БРСМ. Главная цель такой акции – показать представителям молодежного движения работу спасателей изнутри и передать им знания, которые пригодятся в дальнейшем. Ведь работа свода не только интересная, но и довольно сложная. Матросам-спасателям нужно не только быстро спасать тунущего человека, но и правильно объяснять людям те самые, казалось бы, простые правила поведения на воде, чтобы не допустить трагедии, ведь вода не прощает ошибок. «Освод – это широкомасштабная такая организация, основная задача которой является спасение людей на воде, предупреждение людей на воде. В состав резко-постной организации «Освод» входит 8 спасательных станций, областная маневренно-поисковая группа и 34 спасательных поста. 20 из них – это постоянные посты и 14 – это сезонные посты. На период купального сезона областная организация «Освод» набирает дополнительно еще 84 матроса-спасателя, которые дежурят на пляжах для обеспечения безопасности отдыхающих на воде. Сегодня на базе «Гребной канал» проводится один день «Сосвод», когда активисты БСМ могут воочию посмотреть, что такое работа спасателя, как они работают, с чего начинается работа спасателя, что они делают в период рабочего дня и какие обязанности у него для выполнения. Мероприятие начало с общего сбора участников. Во время построения первым делом матросы-спасатели провели инструктаж по технике безопасности, ведь чтобы окунуться в работу «Освода», также нужно быть предельно внимательным. После юноша и девушек ожидала экскурсия по спасательной станции, а также знакомление с водолазным и спасательным оборудованием, а также с методами спасения человека. Мечевидный отросток делится визуально напополам, руки складываются крест-накрест на прямых руках, качаем не руками, а качаем телом. То есть вы просто надавливаете своим весом. Попрактиковавшись в сердечно-легочной реанимации, на манекене пришло время научиться правильно бросать спасательный круг с веревкой и длинный трос с поплавками и утяжелителями с петлей на одном из концов. Со стороны кажется легко, вот на деле данный инвентарь требует немалой силы. Сюда я пришел научиться спасать людей из воды и как правильно плавать на лодке, кидать конец Александрова и спасательный круг. Самым сложным было кидать круг, потому что он весистый и тяжело ровно кинуть в цель. Хотя со стороны казалось легко. Далее юноша ждала самая сложная практическая часть акции – приобретение навыков гребли на лодке. Казалось бы, грести на лодке – что здесь сложного? Оказывается, сложный заключается в том, что когда человек тонет, к нему нужно не только быстро и правильно подплыть, но и знать, с какой стороны доставать из воды на борт. На данный момент мы можем видеть обучение ребят практическому занятию, такому как обучение гребли на весенной лодке. Ребят вначале проинструктировали техники безопасности, конечно, предварительно обучили правильному использованию спасательного жилета. Теперь они, непосредственно находясь нашим работникам, отрабатывают правильное маневрирование лодкой, что очень важно, проходят препятствия, такие как буйки, учатся обходить препятствия вокруг буйков. И в дальнейшем при уже нашей акции «Летний патруль» они уже совместно могут с нами патрулировать непосредственно плавсредствия, такие вот рейдовые мероприятия. После практических занятий активисты БРСМ совместно с работниками освод создали памятный объект на аллее безопасности, высадили дерево. Завершающим этапом акции стало общее построение с подведением итогов. Каждому участнику был вручен членский билет освод и памятный подарок. Редактор субтитров А.Семкин